Уминэка, но наху корони, эпизод номер 172 для ютуба. Всех приветствую, мы продолжаем хранить визуальную новеллу, когда плачут чайки и узнаем первые серьезные дела, которые совершила Беатрич, возможно даже первое дело. Уминэка, но наху коронавирус. В этом случае она не устроена, так и я. И что-то произошло с моим. И что-то и что-то. Я не знаю, что-то я. Но что-то так. Я думаю, это не слишком. Что-то такое, и что-то так? Паутину вязать надо. 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 Ма-джа... ベルネがビビればビビるほど魔女なんて馬鹿らしい そんなのいるわけないって思いを強くしたけど でもさすがに空気を読まざるを得なかった というか迂闊に口にしない方がいい話題だと気づき始めてた 階段とか立たるってさ 部外者が聞くと本当に馬鹿馬鹿しい でもね、そこにいる当事者からすると全然笑えない あれは本当に笑えない話だったよ アスネはじっとも私の話を信じてくれなかった だから私途中からアスネに相談するのやめて ヤスに打ち明けて相談したの 私はあんたのいたずらだと思ってたけど 絶対にアンタじゃない なんか そう おかしなものにやられてるって そうしたら なんて 自分も同じようなことが何度もあったけど 誰に相談しても信じてくれなかったって 大地 先輩とかはヤスのことバカにしてたけど ヤスは言われるほど どっちでもバカでもなかった 年下に仕切られるのはうかつくから いつも反応してたけど 仕事は割とそつなくこなしてた ほう そんなヤスがそこまでバカにされるほど 物をなくすなんてことあるのかなって 不思議に思ってた だから確信したの いる このお屋敷には 人間とは異なる 何かおかしなものがいるって それが 魔女ベアトリーチェだった もしそれが そう呼ばれるものならば信じる とにかく 人間じゃ説明ができないものが 確かにあの屋敷にはいたの それを理解できない人たちが 私やヤスのことを どっちだのうっかりだの 勝手に言ってた 分かってない 全然分かってない でも ベルネもさすがにヤバいと思って しっかりするようになったじゃん そしたら 物がなくなるとかの騒ぎ なくなったじゃん やっぱり ベルネの勘違いだったんだよ 私はヤスに シャノに カマサワさんとかにも そうだしたの そしたらやっぱり 魔女はいるって 狂い仕様にたちを みんなちゃんと うやまってるって 私は ベアトリーチェなんているわけないって 堂々とバカにしてたから たたられたんだって ははは неплохо だから心を入れかえた ヤスに キヘイスの人形の おまいりの仕方を ならった おおおお 素敵처럼 親及しと 呼吸いを 元 ear sem クッキーody派 見つかってる 七口 Oui normalmente 司集和 キヘイスの人形の 虫お陛 Продолжение следует... Я не понимаю! Я действительно не понимаю! Так что, я ищу новую новую кухню! В этом доме есть Беатри Ильчи. Если бак, то я не знаю! Берне... Угу. 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 Это... Мажорка прямо рядом с нами... Что вы видите? Что-то в текущей, или... Что-то не в текущей, или... Что-то в текущей... Я не знаю, что-то... Я, 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 я! Если у меня нет... Это... Мажорка появилась... Боже, а че такая музыка страумная? Я помню, эта музыка играла в очень жуткие моменты. Бернэ снова беспечно бросила свое кольцо с ключами на кровать и начала убираться, напивая себе поднос. Сколько бы я ее не предупреждал, она все никак не перестанет. Она всегда смеется надо мной и называет Ясу, поэтому не станет меня слушать. Почему она не слушает? Нельзя беспечно все разбрасывать. Если перестанешь быть на стороже, ведьма подшутит над тобой. Прошу, не надо, это ключ Бернэ. Пошучивай только надо мной, оставь других в покое. Ты хочешь выкрасть ключ Бернэ? Прошу, не надо. Она опять подумает, что я его спрятала. Я его спрятала. Я не буду использовать. Прошу, не надо. Прошу, не надо. Постанавливать я его спрятал. Ну и я это застал. на караба дела монотарин калили за соната на караба хисовиса не хунтуна маху миссия и так на тату вазы к нахиток встатаби вагами о кинси а дрожь пробежала по всему моему телу как электрический ток с этого момента я не могла двигаться по своей воле одержимость холли щит быть в момент шока после затемнения сознания будто мне оставалось лишь смириться с потерей контроля над своим телом клетки по всему телу покалывали словно она преобразовалась чужое мне стало ясно что ведьма беатрича использует меня как сосуд чтобы ненадолго возродиться что-то задумала не дело ничего жестокого этот раз все наоборот я признашу свои слова в душе а из моего рта выходит голос ведьмой все полностью побелело и мой разум опустел в очередной раз ощущение возбуждения охватило все мое тело я чувствовал как все она собралась в пальцах в обеих моих рук и выходила из кончиков пальцев непостижимое неописуемое неведомое ощущение моя голова опустела и я совсем не могла думать мне оставалось лишь поддаться этому ощущению я наконец поняла вот какого колдовать мой даст и гуран нас соната до кунте нему тейтану мои пальцы двигались как у марионетки кружили будто я дирижировала музыки кто бы мог подумать что потерять контроль на тело может быть так волнующие когда бета подняла мой палец словно к нему была привязана нить кольцо для ключей лежащие на кровати встала на конец берна не заметила как и асуны убирая комнату они были заняты счастливой беседой вряд ли они могли бы представить что позади них стоит ведьма из готовящийся использовать магию наверное они подумать не могли что кольцо для ключей кружится у них за спиной напоминала сказку которую я смотрел когда была младше ключи счастливо кружились и вращались словно по собственной воле меня переполняла веселье от того как я своими пальцами отправляю их пляс да это удовольствие бессильно наблюдаю за тем как ведьма управляет ной я могла лишь поддаться новой радости под названием магия макова датунда утонавали ксима и на кунах и она каги раке даю беда управляла моими пальцами контролируя магию и тем самым управляет вещами коль сотни ключей упала на кровать и универсальный ключ особняком стал на конец блин простая ловкость и рук дальше все кому то, что он может быть вовременной снижением универсальный ключей если вы не можете работать с вами универсальный ключей пищу с ним Продолжение следует... ...вы где-то спустя. Да... ...вы где-то тепло. ...вы где-то. ...вы где-то в Берне-но-но-каке. ...вы где-то в Берне-но-каке. С золотой бабочкой? Ага, здесь уже и бабочки появились. Вот как. С золотой, потому что она... ...золотая ведьма, отдавшая господину все его золото. А бабочки боятся паутины. Поэтому золотая бабочка. Спутники ведьмы Беатричи золотые бабочки. Пропорхав, она вспыхнула в золотых искрах и исчезла. Затем пропавший ключ отправился в шкафчик Берне. Хоть он далеко в раздевалке со шкафчиками, я знал как все было. Не по взгляду или на ощупь. В моей душе было другое ощущение, не объяснимая пятью чувствами. Абсолютно новое ощущение, которое я никогда раньше не испытывала. Совершенно чужеродное понятие под названием магия. Совершенно неведомое удовольствие погрузившее меня в транс. Вот так и рождаются маленькие преступники. Чисто по кайфу не остановиться. Меня словно вращали в пространстве, пока тяжесть вдруг не вернулась. И не сбросила меня на пол. Как когда видишь долгий сон, но вдруг просыпаешься и помнишь о сне или что, что он был веселым. Одинокое чувство. Хоть в меня вселилась Беата, использовала магию именно я. Я до сих пор чувствовала то ощущение в руках. Кольцо для ключей кружило под движением моих пальцев. Нет, не совсем. Ключи и мои пальцы кружились вместе. Это веселье, волнение еще покалывало в руках. С этими словами Аберна вдруг повернулась и взяла кольцо для ключей, которое бросила на кровать. Должно быть, заметила, что я смотрю на него. Ну, опять же, не забывайте кольцо вот здесь. Я не забываю. Я не забываю, что я не забываю. Она сухмылкой сунула ключи обратно в карман, не проверив даже, да? Она до сих пор не заметила. Наверное, она и представить не могла, что за то время, когда она на секунду отвернулась, один ключ исчез. Человек не смог бы с легкостью так сделать, но с магией. Памят случей. Появившаяся бабочка, и он исчез. Держи в курсе. Да, хорошо. Тогда переходим к следующей комнате. А, Берна. Не могла бы запереть комнату. Ключ Берна и правда исчез по волшебству? Или та забавная магия была всего лишь сном? Я боялась, что да, поэтому проверила. В чем дело? В чем дело? Ключ? Я, когда у меня откреплена? В... 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 по моим пальцам снова пронеслось то слабое покалывающее ощущение той ночью смотря в потолок с кровати в своей комнате в общежитии я посмотрел на свои руки я не могла уснуть моих пальцев все еще таилось волнение со времени танца тех ключей вот как всегда чувствует себя Беатрича ведьмы я дружу с медевой Беатрича со своей странной магией она вечно подшучивает надо мной я всегда видела это и поэтому думала что знаю какова магия на сегодня она вселилась меня и колдовала через меня ощущение магии которая наконец испытала до сих пор приводила меня в восторг совершенно неизведанное удовольствие потому что движениями пальцев я отправила ключи в пляс странное странное чудо магии недоступное людям я никак не могла отпустить то волнение шаннон ты не спишь шаннон еще не спала ей всегда рано ложиться рано вставать когда она сыпает раньше всю ее усталость на следующий день как рукой снимает она живет образцовой жизнью которую должны уважать и которые должны восхищаться все слуги если я хочу стать любимой уважаемой слугой как шаннон мне нужно делать так же но теперь не знаю могу ли я думаю все таки мне не стать такой как ты дождь 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 ты была моим идеалом всегда все в доме фукуин любят тебя и добрый к тебе ты всегда со мной играла и стала моим единственным другом а еще ты замечательный слуга который может выполнить любое задание в особняке уши роми и безупречный и изящно ты была целью которую я ждал жаждала достичь вот чем-то стало для меня и сейчас на следующий день у меня я просто египет если все у нас все покажет и я и я меня а что у меня все оно что голос тот же правда сионе юрий ажа на фото ма сироса сразу чем они когда прятали странно но на шутке на но ханаси мина не айсарит и айори не савиды сиони и мама матчу это круто суда не овощи шала была в замешательстве неудивительно уход и слух еще можно понять но она не знала как ответить узнав что ее соседка по помните хочет стать сейчас бы марию к ней закинуть ваще бы у них компания была бы топ ну девочка волшебница это конечно да но если ты хочешь быть девушка именно но в плане молодой маленькой типа и видимо нравится повзрослее сирона как посыкаю возьмите считаю на краями на секой даке не сунди ты ты кое усыбить и считаю на тумари и на петель быть преступником гениально на юрок обе маникол с ножичком бегать людей резать в этот раз бета одними моими пальцами отправила кольцо для ключей в пляс и превратила ключ в бабочку потом спрятала его в шкафчике шкафчики но мои тела подсказывала мне если бы я двинула пальцами по другому вместо простого танца кольцо могло бы взмить воздух а вместо бабочки я могла бы превратить ключ в снующую ящерицу можно сделать что угодно да магическая сила биатричи по-прежнему слаба все произошло в крошечном мире за спинами слуг наполненных отрицающим отрицающим магию токсином однако в этом крошечном мимолетном мире можно было сделать что угодно бета просто сделал так чтобы они закружили и превратила ключ в бабочку но при желании она могла бы сделать что-нибудь еще бесконечное ощущение свободной безграничной власти абсолют power короче проходили знаем я до сих пор чувствовал в кончиках пальцев прям из пальцев что если вместе с этим ощущением осталось и часть той магической силы я знаю она еще здесь вместе с этим ощущением еще осталось немного от той магии я смогу я до сих пор могу сделать так в темной комнате вдруг осветилась пятно золотистого цвета прямо между моими сжатыми ладонями я медленно раскрыла их увидел единственную точку сверкнувшую золотом шана не знала значение этого цвета как он мог появиться из ладоней моих рук и даже если чудо случилось нее на глазах она не понимала просто в неверии сидела с раскрытым ртом но с моей точки зрения всего лишь вернулась 100 доли ощущения в кончиках пальцев оу щит золотая . расширилась и стала маленькой золотой бабочкой она смахнула крыльями и рассеяла золотые искры словно фея из мультика наверное шаннон она напоминала лишь золотую бабочку мухающую крыльями естественно с трудом могла осознать такое чудо но для меня это словно самолет на дистанционном управлении форме бабочки я могу как угодно управлять золотой бабочкой не неуклюжие дергая за нити можно сделать так чтобы она порхала плясала кружила в воздухе я прогуливалась по воздуху также как эта маленькая бабочка пока на свободно кружил ее золотой блеск пронзил темноту маленькой комнаты упоительное удовольствие но ощущение в пальцах стало слабеть шелуха магии бабушки оставшиеся в моих пальцах исчезла наконец золотая бабочка вспыхнула и превратилась в пыль будто фейерверк полившийся из напитка опускаюсь и без хребна исчезает и 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 Я не могу ничего. Я уже не помню эту весу. Я уже не хочу вернуться к человеку. Я не могу вернуться к человеку. Я не могу вернуться. Поэтому я... 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 Пр 가격ал. Я уже решила, Шанон... К çünküки dBi mi... Я İşit entonces hoy İsaian... Как только Шаннон призвала меня подождать, меня поглотил огромный планетарий Я была одна в море кромешного темного звездного неба Я, мы и здесь одни Революция Ну, я так понял, так что это не было -о,ちゃんと вроде бы не было Н hijo бы не была -о... я не был связистан -о... я не знаю, чем он был -о... я не могу -о... я почувствую -о... я заинтересован -о... я как бы всё это было -о... вы не делаете сонки сарел сионин дейти крылья байка ножа вакка ножа на манаде тогда поле карава тоси то вторе дело на ку-ка ножа такими на руки черт как же вы меня надоели вакаре ваттуту цинь дару на юн ки мазуре на фунт джинсей ватайк тусени то юм сарево дозу мажо гайвитай пеаттка елитай шкуши ворова госудинь беатричи дарсу аната ган мажо дей ватасино южин то юси ттео асана мама дэ СТ Использована слово Беато Использует мир То есть Я Беато 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 Так Поэтому Вы Беато Беато Понял Ну Да Действительно Валю Отличное Намое Что Восхит Достойное имя Когда придумаю Когда скажу Сборок Наносит Божьи Божьи Боже Божьи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Белое платье Субтитры создал DimaTorzok Белое платье Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Белое платье Субтитры создал DimaTorzok 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 В этот момент раздался слабый звук Горячей плоти На ее пальце остался тонкий ожог Беатриша не переносит паутину Такая слабость была у злых духов О которых говорила Кумасава Раз ведьма Беатриша Возродилась благодаря силе Этих злых духов Она приняла и их слабости Поэтому священное зеркало Тоже ее слабая сторона Однако оно в святыне Вряд ли будет часто мелькать Передо мной Не особо весело Маджо-пой Черт не могу Реально как создается персонаж Какого нибудь не знаю RPG Любого типа На том числе и настольного Привет Кила и Саски Отлично Кила Правда у меня были вопросы Там но опять я их не буду сейчас повторять Не в тему Жалко что тебя раньше не было Если подумать Зеркала будут плохо на меня влиять И без этого правила Кем бы я не хотел И не стремил Ставить в зеркале Всегда будет отображаться Только бессердечно Жалко и реалистичное Лицо и ассу Понятно Чуть из-за этого Я всегда стараюсь Избегать зеркал Которые вечно будут Сталкивать меня С моей Убогой действительностью Да Я ненавижу зеркала Не хочу видеть Жалкую себя Да Да мы в принципе по-моему Основное уже все разгадали Сести Типа остались только мотивы Почему она все совершила В конечном итоге Ну и как это Типа Не сильно уже интересно Ну типа Прикольно Но не супер важно Это кто убийца Дочь Беатрище Ну Скорее всего Которая Которая В первый раз, первый раз На стримы ходить надо Кила Привет, Роман Ну или записи смотреть Окей, ладно, сейчас есть актуальный момент, я свой вопрос повторю А Шанан, горничная, служанка, которая помогала вот этой Ясу, да Она существует или нет? Посмотрев под ноги, я увидела вдалеке свою комнату в общежитии Шанан застыла на том моменте, когда бросилась к моей кровати, сказав Подожди Она была тверда, как кукла С такой высоты это сильно напоминало кукольный домик Посмотрим, что ты называешь роман правдой, точнее, ну типа насколько много ты подразумеваешь под этим Что часть мы уже получили Я тоже была твоим единственным близким другом Прости, что так неожиданно стираю этого друга Ну в смысле фестивал, узнать правду это не конец истории История как-то должна закончиться В конце концов у нас тут много героев Взаимодействует И все должно к чему-то прийти Если вспомнить, цикады тоже не закончились На том, что мы узнали, что Кто типа все это устраивает С ней еще повоевать пришлось Ха Аж две попытки Войны, блин Та, две В прощальный подарок сотру себя из твоего мира Отныне эта комната не будет двухместной Она станет одноместной И в ней будешь только ты Такс Надеюсь, ты продолжишь стремиться к своему дьяволу И становиться доброй Надежной, любимой всеми слугой Походу, все-таки не существовало ее Я, суглупый, неуклюжий Постоянно все теряющие слуги Больше нет Прощай, Шанон Став полноценной ведьмой Беатрище И шагая ночью по особняку Я могу натолкнуться на тебя Во время твоего ночного обхода Но когда я встречу тебя снова Мы не воссоединимся Мы встретимся впервые Ведь ты слышал о ведьме Беатриче И все же никогда не встречала ее Прощай, Шанон Давай однажды встретимся И сплетем интересную историю Что? 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 Я делала Говорила во сне А, нет, все, все нормально Все Все сработало Видимо, соскочила с кровати Протянула сюда руку И сказала Подожди Я не впервые просыпаюсь Говоря нечто странное Но Не помню, чтобы я Просыпалась-то я Стоя И вне своей кровати Неужели это то Что называют лонатизмом? Или я просто устала? Пойду спать Нужно вернуться ко сну Я повернулась К своей кровати Моей кровати там не было Была только та кровать Которая только что Повернула спиной Если в этой комнате Только я А единственная кровать Позади меня Значит она и есть моя Привет, инфе Но что-то не так Одеяло смято Будто из-под него Кто-то выскочил Кто? В этой одноместной комнате Только я? Так Если это моя кровать И кажется будто с нее Кто-то соскочил Разве не значит Что я секунду назад Спала там Но почему-то Эта кровать Не казалась моей Хоть у всех остальных Детей общей комнаты Мне Шанан Дали одноместную Поэтому здесь Только одна кровать И она должна быть моей Гениальное размышление Просто Десять из десяти Должно быть я в полусне Завтра рано утром в школу В школу, конечно Ох уж эти чайки Блин Затирают дичь сначала А потом говорят Ну понимаете Мы тут затирали дичь, конечно Но вот мы захотели И это будет теперь так Почему? Да просто так Мы захотели А когда уроки закончатся Надо будет пойти В особняк Помочь с работой И обсудить Кумасаву И только что Прочитанный детектив Ну в плане Нам затирали Что Шанан взрослая Что Шанан Крутая Что на нее равняются Что она с ней дружит К Шанан обращались люди Отдельно от Ясу Ну Я догадался Что скорее всего Шанан не существует Почему я ей задал вопрос Когда на это появились Прям намеки Серьезные Но опять же Это неадекватный Несколько подход То есть Ну реально Ты хочешь И говоришь Все Ну Тут нет детектива Мы можем делать Что хотим Что хотим Сейчас бы верить Белому тексту Ну вот да На этом уровне Это Специфичный подход Опять же Это Досрала на ног Скилла Я говорю про Художественное Произведение Че Я сбил Меня своим Ноксом В смысле Блин Еще раз Про Нокс Напишешь Эти бандан С точки зрения Произведения Да Чайки Это такое Произведение Как вы уже поняли Да Это некая Деконструкция Она вот так Вот работает Специфично Как необычное Произведение Не работают Я не жалуюсь Я просто Размышляю На тему Мне нравится Это произведение Просто Мне смешит То что Вы пытаетесь Его как Полноценный Стопроцентный Стандартный Детектив Рассматривать Чем он не является Это глупо Он плохо работает Как классический Детектив Он не работает Так Он может быть Тысячу раз Честным Но это не делает Его Правильным Если можно так Выразиться Я надеюсь Вы понимаете Что я хочу Этим сказать А если Шанон существует То это В смысле Роман Он не понял Вопроса Ну Некое существо Под названием Шанон Оно существует Оно является Слугой В доме У Широми Мы встречаем Это существо Во всех эпизодах И Оно Что-то делает Но На самом деле У него скорее всего Другой облик Вот Не который Сейчас перед нами На экране Возможно Даже характер Ну и Само собой У него Связь С Беатричей Кинза Так ладно Еще не конец Эпизоду Нет Не кидали Так что Я хотел сказать Еще не конец Эпизода Так что Давайте Сюда Прочитаем Хотя Почти конец Опять же Я даже не могу Доверять Точно Нет Ну блин Вот Есть небольшая проблема Батлер Обращался И к Шанон И к Канон По именам Так ведь Вроде бы Были случаи Когда он обращался К ним по именам В первых Четырех эпизодах То есть И к Шанон И Канон Обращался Да Даже так Но опять же Их имена Они довольно Таки условные Там по-любому Можно какую-то Лазейку Сделать В этом красном Я вернулась Просто я в полосне Я Шанон Хитори-ботч Шиоу-нин Токи-доки Сиппай Мощь Чау-кедо Даре-карам Айсарел Ясаши Шиоу-нин Наритай Еееееееее Плюс фигура Так утерянная паузу сделаю Сейчас По вспышке Пройдут Бам-бам-бам-бам Хороших моляться Хорош-хорош-хорош Сейчас будет Ааа Ну что ж Рождение Беатрии Нашинской Вы же Более-менее Хоть иначе Подругая Но Все ближе И ближе Да Осталось Только реально Познать Как это Дошло до жизни Такое Как говорится Окончательное А пока Конец записи